Женский род Все чаще женщины заявляют о первенстве и равноправии, но предпочитают опираться на крепкое мужское плечо и демонстративно падать в обморок, если пять минут на них никто не обращает внимания. Сотни вопросов и 101-я попытка понять, чего хочет женщина. Новенькая Новенькая А почему ты такая маленькая? Никудышный пошел народ Мелкий, да кто симпатичный Чего хочет женщина, чтобы ее перестали считать маленькой девочкой? Если вы хотите своему папаше помочь, постарайтесь понравиться господину Мерзлееву Я постараюсь Если он на чем настаивать будет, не кочевряжьтесь Вы что, это в дурном смысле? В нем Да вы что, я девушка порядочная Вот поэтому и говорю, не кочевряжьтесь Женщина хочет любви и уверенности в завтрашнем дне Мерзели дожидаешься? Нужен он мне Ой, нужен И напрасно ты передо мной выпендриваешься Тут я твоя союзница Не хватало еще, чтобы этот валенок сибирский начал сон в классе задавать Настоящая женщина хочет всего самого лучшего, всего самого богатого, дорогого и все мне одно и хорошее и все сразу и навсегда Уважаемый персонал отеля, постоялецу номера 205, просьба не беспокоить Звезда раскинулась звездой Может себе позволить и кровать размера King Size И это, в общем, истерическое дураковаление Вполне в ее стиле На лицо смешная, грустная внутри Вчера Евдокия Германова сняла шикарный люкс, отключила телефон Забыла дома ежедневник и устроила однодневные каникулы Дайвинг для взрослых, погружение в себя Для одинокой 52-летней женщины опасное путешествие Если говорить о семье У меня были опыты Были ошибки Были попытки И я вам честно признаюсь, что я была не готова Я вообще по природе, наверное, очень эгоцентричный человек Эгоистичный, эгоцентричный человек Для меня мое было важнее всего остального Ты появился в моей жизни и благодаря Богу, что ты в моей жизни вообще появился Сиди и молчи, вот как я хочу, так и будет И у меня и такой опыт был И просто чудесный человек, который все это терпел А я такая Вот хотите меня принимать такой, хотите нет, погоди Это вот ты, сидя на толчке, ради Бога, как хочешь Но когда ты еще с кем-то, надо эта работа Мне это И она не просто какая-то такая работа Она может быть прекрасной, очень позитивной Коль, а ты же как бы китайский, я тебя люблю Как? Сунь, вынь Любят тебя мужики Женька, какие мужики? Мужики все вымерли давно Вечером Никто мне не нужен, и ты мне не нужен А вам предлагали выйти замуж? Было такое, я сбежала практически За день до свадьбы Чего-то я испугалась И во мне сработал этот пример родителей Что, что, а вдруг вот И так же будет Я очень испугалась Это было абсолютно как по Фрейду Просто страх, детский страх Который вылез в самый неподходящий момент Отец ушел, когда мне было 3,5 года Мы были уже третьей семьей у папы И он в этом смысле не отказывался ни в чем И он был импозатный очень мужчина Очень красивый мужчина И была такая история, когда даже у него взрослый сын Тоже Алексей и Леня От второго, по-моему, брака От которого девушки уходили к папе и к моему Вот так вот Но мой отец был честен Он всем трем женам оставил кооперативные квартиры Знаете ли, на Ленинском проспекте одна И на Кудузовском проспекте другая Вы помните, как папа исчез из дома? Понимаете, тут ведь ситуация не только без папы И без мамы Потому что мама тут же исчезла Исчезла и мама, которая работала на двух или трех работах Которая кормила нас Потому что надо было оплачивать Кооперативную трехкомнатную квартиру Алиментов не хватало Нас было двое И так далее, и так далее И это сразу определило мой внутренний статус Так Евдокия Германова стала взрослой В четыре года Она сама записала себя в драм-кружок Хоровую студию И хореографическое училище Большого театра В четырнадцать отнесла свою анкету На киностудию имени Горького А через год уже осчастливила собой Советский кинематограф Она снялась одновременно в трех картинах Розыгрыш, несовершеннолетний и стажер В семнадцать, уже будучи звездой Большого экрана Маленькая Германова захотела На большую сцену Упрямая Дуся штурмовала приемную комиссию Школы-студии МХАТ Шесть лет подряд Я поступила-то сразу Не добрала там по общему образователям Один или там полтора балла Ну вот по общей сумме И пришла к ректору школы-студии МХАТ Говорит А я хочу, я буду Я согласна на все Я там буду уже все Были наслушательницы, возьмите, пожалуйста Потому что, ну казалось бы, ну все, вот уже И мне было отказано И я воскликнула Знаю я, кто у вас тут учится Вас тут учатся, сыночки, всякие дочки И сделала, допустила огромную ошибку Дипломатическую Дальше третьего тура меня уже не пускали И эти шесть лет меня заставили Там вплоть до Называется Как? Медицинский термин Когда не хочется жить Вот суицид Ну, почти Ничего Тут ничего я не закрываю Ничего это самое Но мысли-то были И это тоже формирует Я вам хочу сказать еще как формирует И тогда, наверное, вот Кто это, Карамзин сказал или не помню Какая, из кого будет хорошая артистка Взять чистую девушку Восторженную Нежную и прекрасную Опорочить ее Увести ее И выкинуть в канаву И будет прекрасная артистка из этой девушки Вот он царь и бог Ее признавший гений В 82-м году Олег Табаков Набирал свой первый театральный курс В ГИТИСе И увидев абитуриентку Германову Расплылся в кошачьи улыбки Это он первым придумал Называть ее Дусей Без лишних вопросов Дуся попала и на табаковский курс И в студию Табакерка Которая тогда только открылась Спустя 4 года Выпускница отблагодарила мастера Своей первой актерской наградой Лучшая женская роль На всесоюзном фестивале Молодых кинематографистов За фильм нам не дано предугадать Я жевала котлету за 6 копеек Самую дешевую, которую только можно было купить Она в советском гастрономе И когда они сказали Здравствуйте Вы получили приз За лучшую женскую роль Международной ведро Иллюзии в земле Я чуть не подавилась И первое, что я подумала Я подумала Теперь я буду есть котлеты Вкусные, дорогие Клянусь, мама Голодный ребенок Потом я посмотрела Табакова Сказали Он сказал Сух И такие У меня заседание Я обиделась Потом переждать Передали Он после этого звонка расплылся И говорит Вот Уже Вот И жена передает Значит, это Призы получать Давай-давай быстрее Мужчина, а вы Что тут делаете? Это женский туалет Что вы так смотрите? Дуси любила кино Кино любила Дусю Всегда Но, тем не менее Это связь на стороне Постоянным партнером Актрисы Германовой Все-таки оставался театр Где лежала ее трудовая книжка Где царил ее мастер Это вранье По сути дела Оно хоть и органичное Но вранье Вранье Этих предлагаемых обстоятельств Ну, давайте, давайте И здесь, как в любых отношениях Не обошлось без ревности Ей, востребованной кинозвезде Перестали предлагать роли в спектаклях Худрук Табаков Не видел Германову Даже в третьем составе В 92-м году С предложением о сотрудничестве Ей позвонили представители Джона Малковича Самого Английская постановка Главная роль в партнерах Звезды мирового масштаба Актриса, конечно же, согласилась И поплатилась Джон Малкович Меня ждет Джон Малкович В Англии В Англии Там, чем в Чикаго Премьера Олег Павлович Извините Спектакль придется отменить И так далее Это было Я не... Там... Предательство Оно в этом и состоит Что я предпочла Не дело Не человека, который Сделал меня С которым мы делаем дело И так далее А предпочла Что-то такое Пообещавшее Якобы мне Посулившее Что-то Большее И ошиблась Ошиблась По-человечески Ошиблась Он мне это не просил Он меня уволил По 33-й статье Экзота Премьера английского спектакля Состоялась без русской актрисы Евдокия Германова Осталась на родине Замаливать грехи И ждать Учительского прощения Попыталась работать В других театрах Не смогла Попыталась открыть Собственное дело Просчиталась Табаков растаял Через два года Вернул блуждающую звезду В театр И пожаловал Главную роль В новом спектакле Еще через год Германова получила звание Заслуженной артистки России Чего ты мне умирать Ты расхотелась Дусин парадокс В то безденежное время Когда в стране Снимали от силы Пять фильмов в год Она плескалась в славе Как сейчас в джакузи Начало 90-х Звездный час Германовой Ее коллеги тонули В тотальной безработице А Дуся ныряла В работу с головой Абсолютные хиты Постсоветского проката Фильмы Кикс Ниагара Мусульманин В 1999-м В 1999-м Ей исполнилось 40 Трудный переходный возраст Похлеще подростковых страданий Кинематограф захотел свежей крови И актриса Германова Исчезла с экранов В вакуум То, что ты знаешь Кому-то другому И вот тогда сработала Этот щелчок Эта возможность Если надо рожать То надо от кого-то Этого кого-то не было рядом Делать это каким-то искусственным образом Это для меня Что за чушь собачья Когда есть такая возможность Одинокая женщина Которая так и не смогла родить Решилась на усыновление Ребенка искала В обычном детском доме По месту жительства Началась эта история Хождение по справкам Псих-диспансер Наркологический диспансер Меня все узнают И все обсуждают Я узнала, что меня обсуждают До того, как я еще это сделала Уже пошли там спеть Ее сын Коля 1998 года рождения Николай Николаевич Германов Она придумала ему отчество Дала свою фамилию И полюбила Сильно, как родного Все закончилось катастрофой Биологическая мать Коля Была наркоманкой И в 6 лет у мальчика Проявилась наследственность Врачи объявили приговор Шизофрения Обжалованию не подлежит Ну, маниакальное отношение К ножам К этим предметам Потом проявление Самобичевания Вот когда в школе Вот там Например, вот Рукают, ругают, ругают И когда заходят в тупик Знаете, когда Крыть нечем Он начинал Значит Истерики И биться об стены Об потолки Об столы Об стулья И мне звонили учителя И говорили Заберите ребенка И так далее И так далее Я не знаю Точную цифру Извините меня Количество Точную цифру Обворованных Моих друзей По-разному было В театрах Куда я его брала Всегда на репетиции Там сумки Настеж Гримерки Настеж И я не знаю Потом я поняла Что люди опускают глаза Передо мной И зашпортим Неловко Рук Откуда у тебя Эта штучка, Коля? А откуда у тебя Этот плеер? А вот это откуда? Началась Просто чистая вода Психиатрия Оказывается Он От наркозависящих В крови у него Столько этих препаратов И организм Он настолько к ним С ними знаком В утробном уровне Получая его В огромном количестве Что никакие препараты На него не действуют Психотерог Чтобы просто Как контролировать Этого ребенка Врачи Которые Ужасе Говорили Мы не понимаем Мы не знаем Что делать Это невозможно Те лошадиные дозы Они не действуют Мы ему там Промываем кровь Проверяем Потому что Если бы мне такую дозу И так далее И так далее И так далее Предписание врачей Было категорическим Ребенка нужно Изолировать от общества Сегодня Коля Находится в клинике Навещать его Разрешают редко А ему лучше Сейчас так Как решили врачи А это уже Не наша с вами Территория И мне отвечать За содеянное И я готова За это отвечать И мне моя совесть Позволяет И будет позволять И самой быть счастливой И других делать Надеюсь Все-таки Вдохновлять еще На какие-то Подвиги Чтобы люди не страшились Ничего в этой жизни Нет Блин Вот так вот идет И причем И у тебя Смотри У тебя Голова отдельная Ноги отдельно А это же Это же смотри Вот видишь Это же мои ноги Сегодня у нее Одна семья Ее студенты Германова Педагог Актерского факультета Международного Славянского института Да какой там Педагог Одна умора Сплошная клоунада И непонятно Кто здесь Больше ребенок Этот 19-летний Пацан Или его 52-летняя Наставница Я уплываю И время Несет меня С края На край С берега К берегу Сот Милей год Милей друг Мой Проща Внимание Дорогие мои Зарядились Приготовились Сумки положите Что вы к ним Пристали Вы у меня Бобры Правильно Ваши шкафы Я вам сейчас скажу Тише Тише Вы бобры Да Все кричат Вот уж Скоро Как свеча Загорится Галанча Мы добры Бобры Мы бобры Так Иди за Алешей Так Теперь вы Котята Вы себе не представляете Я вот начинаю Только ощущать себя Как бы вот таким Человеком С отчеством Потому что детки Меня увеличивают Теперь по отчеству Татьяна Владимировна Я только сейчас К этому начинаю привыкать Потому что раньше Я не скажу Что я какой-то Инфантильный человек Да Но все равно Я на мир смотрела Как бы глазами Вот еще оттуда Из детства Это только для ежа Это только для чижа Шоколадный торт В детском доме творчества Как премия После спектакля Для юных актеров Которым от 7 до 15 Татьяна Аксюта И буфетчица И суфлер И режиссер Ведущая актриса Молодежного театра Сменила квалификацию Когда вышла на пенсию Не по возрасту По собственному желанию Век актрисы Травестини долог От силы 20 лет Закон природы Потом мальчики Девочки Белочки Зайчики Выглядят неправдоподобно Это она всегда понимала Но почему-то Так и не осмелилась Замахнуться на Шекспира Или никто Так и не предложил У меня не было Каких-то заморочек Ах вот я хочу сыграть Там Гертруду Или Афелию Да нет Зачем У нас были же спектакли Про любовь Только они персонажи Ну как бы он Лисенок А она цыпленок Ну и что Ну а чувства-то те же Как бы Снежную королеву Я играла много-много лет Ну наверное Не знаю сколько Не буду вас пугать Но у меня уже там Три партнера сменилось Каю Это все менялись Менялись Уже один Кай Который был моим Каем первым Он потом уже стал играть Сказочника А я все значит Герда-Герда Но там же про любовь Вся эта история Так что можно было Любовь играть И чувства Все это было Герда-Герда Герда-Герда Ее рост 150 сантиметров Ее размер обуви 33 Ее возраст Не определен По паспорту 54 Внешне от силы 25 А внутренне И того меньше Уважаемый педагог Замужняя женщина Мама взрослой дочери Татьяна Аксюта Никогда не расстается С любимым медведем В 1976 году Она также В ГИТИС Пришла поступать С игрушкой-подмышкой На счастье И кто бы знал Что будущему счастью Несчастье помогло Мечтала быть Педагогом истории Два раза поступала В педагогический институт И два раза Мне не хватало балла Я пошла работать В институт культуры И там были вот ребята Они учились на Режиссеры Как называлось Режиссеры Клубных массовых представлений Я влюбилась Естественно В одного из них Где-то в сентябре Мы встретились Перед Новым годом Расстались И полгода Я просто не знала Как мне жить Что мне делать Из-за этого я пошла В театральный институт Потому что нужно было Как-то сублимировать Свои чувства Куда-то их вылить А как? Вот на сцене Страдать Будут там Долго сублимировать Не пришлось Однокурсник Юрий Аксюта Разглядел в маленькой Тане Голубятниковой Свою большую любовь Это сегодня Директор музыкального Вещания Первого канала Завидный мужчина Большой профессионал Отмеченный Почетной грамотой Президента А 35 лет назад Он был обычным Приезжим из Эстонии Жил в общежитии От стипендий До стипендий И его главным Достоинством Была двухметровая харизма Я была самая маленькая И когда На сценическом движении Мы вставали по росту А потом нам с казак Говорили Встаньте в круг Поскольку он был Самым высоким Мы как-то так замыкались Ну так случилось На втором курсе Мы поженились Весь театр Гулял на нашей свадьбе Ее решили костюм В последний день Мы значит от него отказались И поскольку он такой нестандартный Тогда вообще ничего Невозможно было купить У меня есть платье Он говорит Ну я пойду в джинсах и в жилетке Мы с ним разругались Я говорю Я тогда тоже пойду в джинсах и в жилетке Ну что это такое Я значит в платье в белом Как это А ты значит в джинсах Ну в общем короче ужас В ЗАГС пришли Не разговаривали Только уже шампанское Потом когда дали Уже после того Как все это случилось Мы как-то так вот Размякли Подобрели Значит помирились Юру не отпустили с репетиции Он поехал на этой свадебной машине На репетицию Я пришла его провожать Хожу значит по театру В этом платье Мне все говорят Ой Таня Что это вы репетируете там Ну в общем ужасно было смешно Вот такая у нас была свадьба Мелодрама режиссера Ильи Фреза Вам и не снилось Лучший фильм 81 года По опросу журнала Советский экран В СССР киноленту посмотрели 30 миллионов зрителей Тогда у страны И появились свои Ромео и Джульетта Девятиклассники Катя и Ромка Артисты Никита Михайловский И Татьяна Аксюта Это было что-то невозможное И письма мешками там Все же не знали Все же были в неду Ну думали что я действительно школьница Писали мне и школьники там И солдаты И уголовники Однажды прихожу в театр Меня вызывает директор на ковер Боже мой что такое Аксюта Как это так Ваш портрет значит исчез А в фойе вот висят большие портреты Ну и кто-то значит После спектакля снял мой портрет И был тогда еще вот Игорь Нефедов Он тоже был Он тогда у Михалкова снимался Был очень таким популярным Вот нас и его срезали И меня срезали Потом нас с ним на самый верх повесили Я говорю Игорь мы с тобой теперь как муж и жена Потому что нас с ним вдвоем туда на самую верхушку Знали бы фанаты что образ наивной девятиклассницы Ловкий обман и никакого грима Татьяна Аксюта была старше Никиты Михайловского на 7 лет На этих кадрах ей 23 И она уже давно замужем Ему 15 И он еще ни разу не влюблялся Мне бы сейчас окаменеть Вот была бы загадка для археолога Бедненький вы маленький Героя не было до самого последнего момента Никак не могли найти вот мальчика Я с кем только не пробовалась И там и с актерами, и со школой Ну в общем все Уже вот завтра снимать Нет героя И потом только вот ассистент вспомнила Что в Питере, ну тогда в Ленинграде Живет мальчик Никита Который когда-то снимался Был фильм «Дети как дети» с Маргаритой Теховой И срочно значит поехали в Питер Нашли этого Никиту И школу его из 9 класса выдернули Привезли и начали снимать Причем начали снимать с финала фильма Потому что был февраль месяц Снег начинал таять И начали вот с этой сцены Где мы там сидим, когда он уже из окна выпал Ну вот это самый вот последний кадр Мы с ним не знакомы, ничего Нас посадили, сказали играйте Чего играть? Ну я стала так себе анализировать ситуацию Думаю, ну вот он упал из окна Значит что я должна делать? Как-то не повредить там позвоночник Значит не дегайте Еще что-то такое Культовый фильм сняли по культовой книге Галины Щербаковой Роман и Юлька С одной лишь разницей Повесть заканчивается трагедией Главный герой, выпрыгнув из окна, погибает В кино предпочли хэппи-энд От цензуры подальше Спустя 9 лет жизнь выбрала худший сценарий Для Ромео В 1991-м Никита Михайловский скончался от лейкоза Ему было всего 27 лет Татьяна Аксюта на похороны не приехала Съемки за границей Плотный график сроки поджимали В общем не смогла вырваться После успеха фильма Вам и не снилось Невзрачная Аксюта Долгое время была невероятно востребована Играла много На зависть крупным героиням С выдающимся экстерьером Героине завидовали сильно И даже муж раздражался Слегка Когда я снималась Конечно я больше получала Юра не сразу на работу мог То есть у нас такой курс был Нам ужасно не повезло Когда мы заканчивали институт Нас же всех брали Как бы в расчете на то Что мы все останемся в детском театре Когда мы заканчивали Наш режиссер уехал из Москвы в Ярославль И мы остались у разбитого корейда И взяли в театр только меня одну Остальные все поплыли кто куда Юра в том числе Хорошо он потом отслужил армию И пошел на радио А потом уже через много лет Приехали французы Которые вот сказали Что во всем мире Есть такие музыкальные Ну стопом как бы Такие радиостанции В Москве нет Давайте создадим Европу плюс Москва И дайте нам каких-нибудь Двух молодых толковых ребят И вот Юра и еще какой-то мальчик Они были сначала диджеями Обучились вот этими всякими Этими пользами управлять Вели все это Потом постепенно это все вырастало Вырастало Потом Москва отпала Стала Европа Плюс там в Ленинграде появились Там филиалы везде Везде, везде, везде Потом она выросла В такую большую радиостанцию А муж часто признается вам в любви? Ну да, не помню уже Меня когда Танечкой назовут Для меня это Мне кажется, что это кому-то не ко мне Где-то там Ну или как-то так А у вас вообще принято Выходить куда-то вместе? Ну сейчас уже нет, нет Во-первых, времени на это нет у мужа Я бы с радостью Может быть там куда-то Но однажды я его вывела в театр Он начал взевать Ерзать Скажем, все Больше я никуда не пойду Я два Нового года Или даже, может быть, три В одиночестве встречала Я привыкла все делать сама Я мужа не буду дергать Сто раз там Там это сделай, то нет Чтобы муж пошел за картошкой Или мусорное ведро выносить Или мыть посуду Да вы что? Никогда в жизни Зачем это? Прекрасная женщина может все успеть И сделать сама Я спою песню Которая посвящается Мужественным героям Двенадцатого года Тема хорошая О, как мне кажется, могли вы Рукою полною перстней И кудрить дев ласкать И гривы своих коней Своих коней В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век И ваши кудри, ваши бочки И ваши кудри, ваши бочки Засыпал снег Слабая женщина Сильный удар В доме народной артистки Ирины Мазуркевич Наколоть дрова Это вполне женское дело К своим 53 годам Актриса выполнила программу Максимум любого мужчины Посадила сад Вырастила дочь И построила дом А где был муж Народный артист Анатолий Равикович Само собой В искусстве Когда мы купили этот дом Муж в это время Репетировал спектакль Который так и не вышел А я садилась на шестерку На жигуль На багажник Укладывала листы арголита Перевязывала их Приезжала туда 220 километров от Питера Разгружала это все Выстраивала арголит вдоль стеночки Начинала с помощью пылесоса Водомусионкой красить их Потом я лезла на стремянку Головой придерживая И это все прибивало 350 высота Потом клеила обои Потом я садилась в машину И ехала домой Через три дня Мне некогда было Сейчас скажу В туалет сходить Извините Просто Мне лишние минуты не было Чтобы просто слезть со стремянки Я пила молоко И лезла опять И вот таким образом Я отремонтировала этот дом Отпусти меня Отпусти О, невропат Люблю ее Чушь, самовнуждение Люблю Ну призови свой юмор Люблю ее Сексуальный мальян Люблю Сама взгляни на этого павиана Пока Анатолий Равикович Снимался в фильме Покровские ворота Ирина латала крышу И играла в театре Пока актер Искал рисунок роли Для пятого В своей карьере Вишневого сада Его жена Клеила обои Играла в театре И снималась в кино Пока артист готовился К эпизоду В третьей серии Мушкетеров Супруга обставляла Дом мебелью И учила слова Новой роли И когда наконец Настала пора Въезжать В отремонтированный Особняк Новоселье Пришлось отменить Скоропостижно У нас был утром Спектакль Мужу стало плохо Он говорит У меня такое состояние Я Такого не было никогда Что-то мне нехорошо Хоть у него и раньше Были проблемы с сердцем Эритмия Там все такое Надо вызывать Скорую Ну он сам почувствовал Что скорую надо вызвать Приехала скорая Сделали Кардиограмму И женщина сказала Инфаркт Идет инфаркт Надо Надо срочно В больницу Я сразу же позвонила В театр И сказала Что я не приеду Я не смогу Играть спектакль Потому что У Равика инфаркт Ира Да как же Ну тут уже зрители Уже почти 12 часов Я говорю Я не знаю Я знаю такие истории Что люди Жертвуют всем Идут И играют в это время И работают Когда с близким Что-то случается Умирает Это считается жертвенность И она это не готова Я считаю Что Это того не стоит Мне врач говорит Вы уже ничем не поможете Выезжайте Потому что все Он уже лечится Все идет Капельница Копается ему лекарство Все будет нормально Выезжайте И я Приехала в театр Как раз Ко второму акту Зрители ничего Не заметили Я помню Что когда Я убегала Как раз после спектакля Врачи Которые всегда Держать на спектакле Говорили Какой замечательный спектакль Какой же замечательный спектакль Мы не знали Что он такой и есть И будем Теперь своих знакомых Сюда посылать На шумной улице Ей не спрятаться И не слиться с толпой Ирина привыкла К внимательным взглядам Ее с 15 лет узнают Чудо с косичками Название ее первого фильма Накрепко приклелось К студентке Горьковского театрального училища Счастливое прозвище Такую искали в пару Для самого Высоцкого Сказ про то Как царь Петр Ара поженил Ее вторая киноработа Нежная хрупкая статуэтка Ее всю такую фарфоровую Увидел худрук Театра Ленсовета Игорь Владимиров И с первого взгляда Позвал в труппу Вообще-то Он искал Голубую героиню А получил Роковую женщину Первым не устоял Анатолий Равикович В то время Ведущий артист Прославленного театра И, что немаловажно Примерный семьянин Я увидела Равика Первый раз на сцене И второй раз на сцене И третий раз на сцене Поскольку у него были возрастные роли С наклеенной бородой А мне было 18 лет Когда я пришла в театр И я думала, что он очень взрослый И даже старый И для меня это было Что ему, наверное, лет 60 А потом Когда я его увидела В коридоре без грима А просто Молодого 40-летнего мужчину С озорным глазом Таким С хитрым И таким сразу Ну и как глаз положил Вот это вот Из тех, которые сразу кладет глаз Мужчина И мы встретились И вот Это та искра Про которую говорят Она пробежала И Сделала свое черное дело Равин! Я! Иди сюда Или что-то скажем по секрету Этот мезальянс Раздражал окружающих Разница в возрасте 22 года В театре шептались Старолетка делает карьеру Но Ирине было все равно Она при всех Называла Анатолия Юрьевича Ласкова Равиком И активно готовилась К предстоящей свадьбе Они поженились 24 июля 80-го года В тот же день Впервые поругались И я считала И до сих пор считаю Что Ну хотя бы Во время свадьбы Что мужчина не должен Обращать внимание На других женщин А Равик За столом Поцеловал руку Приятельницы нашей Я точно знаю сейчас И что там ничего не могло быть Но он Уделил внимание Оказал знак внимания Женщине Какой-то вот посторонней А не мне И поцеловал руку И я разрыдалась И ушла В ванную И плакала И плакала Долго плакала И всю ночь плакала И А мы свадьбу праздновали У Алисы Брунны дома У Френдлих И Они все были Удивлены Они были как-то Сконфужены Приходили по очереди Меня уговаривали Ира Ну иди Ну это же глупость Ну это же ерунда Это потом пришел Один человек Сказал все правильно Так и надо Мы уже давно Все не реагируем Ни на что А это А ты правильно поступила Действительно Ну теперь уже выходи Но я не сдавалась В общем конечно Спать была испорчена Мужчины часто обманывают И не только таких дурех Как ты Нет Он не может обмануть Поцелуйте меня Простите Что вы рассказали Без раме Без раме Бобу Бобас Бобу 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 Равик усвоил урок За 30 лет семейной жизни Ни одного повода для ревности С его стороны Неожиданно слабым звеном В этой паре Оказалась она Впечатлительная прима В Кринолине Когда ты играешь Какой-то спектакль Про любовь Ты во время репетиции Постепенно влюбляешься В партнеры И я Действительно Приняла Свою влюбленность В артиста Но он и человек Был хороший Он действительно хороший И мне казалось Что он был хороший Человек И муж это видел И очень переживал И я Была готова На все В это время Мне кажется Что я готова была И из дома Уйти И семьи Ну потом Ну вот хватило Не знаю Вот так обстоятельства Сложились И мозгов хватило И выдержки И репетиции Тут слава богу Кончились И все прошло Он очень умный Он очень У него был Жизненный опыт Какой-то И поэтому Ну вот пока Не случились Там какие-то Неприятности Со здоровьем Там конечно Я очень многому У мужа училась И он для меня Был всегда опорой И мне повезло В этом плане Ну а потом Когда такое случилось Я взяла это на себя Какие-то там Ну по хозяйству Что-то там И всякие Принятия и решения Какие-то И это Ну это Нормально Это было Очень естественно И не тяжело В этом году Ее Равику Исполняется 75 лет Юбилей отмечать Не будут Чтобы не сглазить Да и вообще От этих юбилеев Одни нервы Сегодня Анатолию Юрьевичу Стрессы Противопоказаны Он тяжело Болен И почти Не выезжает За пределы Своего Загородного дома Все чаще Отменяет спектакли В Петербургском театре комедии И его Ирочка Тоже отпрашивается Берет отгулы Она же все время рядом И не только потому Что должна Это время вдвоем Сейчас для них Особенно ценно Мне кажется Любой человек Боится быть одиноким И не хочет И насколько возможно Старается Этому сопротивляться А уже получается Или нет Это уже другое дело Мы прожили уже вместе 30 лет Даже больше Уже 33 Наверное Это уже такая Полноценная жизнь Не каждому повезло Столько прожить вместе Было же Очень много случаев Всяких Когда У нас артисты Погибали молодыми 30-летние И оставались Их жены С детьми на руках С маленькими Грудные Двухлетние А это Они прожили всего Ничего Два-три года Вместе Люди Или молодые Уходят Там В армию Или там Что-то Милиционеры Или на посту Что-то случается Или под машину Попал Это может быть В любом возрасте Поэтому Ну что же Сделаешь К этому Надо быть готовы Давай Иди ко мне Ну Иди Как ты пойдешь Ты хочешь так Ну пойдем А я тебя догоню А я догоню Матвея Догоню Матвея Этого чуда Она ждет Раз в неделю И оно всегда Прибегает В субботу К обеду Двухлетний Матвей зовет Бабушку Ирой Она же его Лучшая подружка Вот так Побегает За внуком Часок-другой И вроде Отпустила И уже Полегче Вот же Он Железный Слава тебе Железяка Могучий Слава С 1981 года Когда вышел фильм Вам и не снилось Татьяна Аксюта Все та же И только мир Вокруг изменился Он как-то вдруг Стал старше Жестче Циничнее Чего уж там Порой 53-летней Татьяне Кажется Что она младше Собственной 30-летней дочери Кстати Дочь Называет Маму Таней Тоже Как подружку Вот допустим Вот у моей дочки Вот ей комфортнее Во второй половине Так сказать Своей жизни Туда ближе Вот к 30 Вот она сейчас Приближается Вот к этому Времени Она уже чувствует себя комфортно А мой возраст Это 14 лет Вот в нем Мне было комфортно И я его До сих пор Вот ощущаю Себе Евдокия Германова Она в свои 52 Откликается На Дусю Корчит Рожица Кривляется Скачет И все еще Ждет принца Я знаю Одно Точно Я поздний человек В каком смысле Мне все дается Ну позднее Мне дали Самого лучшего Учителя-педагога Олег Павловича Томаков В тот момент Когда я уже Отчаялась Вообще Что-то в этой жизни Понять Иметь Надеяться И верить Он самый лучший Там что-то Самое лучшее Мне жизнь Предлагает Очень точный сценарий Научиться Терпеть И ждать Но при этом Не сидеть Сложа руки А ошибаться Рисковать Быть честной Открытой И я К чему говорю Я думаю Там Кто-то Заготовлен Для меня Просто вот Как идиотка Выгляжу И не боюсь Этого ощущения И признания Что Он есть Оденете Белое платье Да Хотелось бы Дуся Таня Ира Отчества Им не идут А еще К ним Никогда Не обращаются На вы И не уступают Место В общественном Транспорте Кто-то скажет Обидная Несправедливость А может быть Все-таки Большое преимущество Маленьких женщин По крайней мере Дуся Таня Ира Считают Именно так Что такое Быть женщиной Это Уметь Всю жизнь Выдивлять Это Дарить Заботу Другим И терпеливо Ждать Внимание К себе Это Корень 111 Степени Из Любви И Терпения Терпения